Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях руководитель аппарата Республиканской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и их прав при правительстве Республики Саха-Якутия, Министерства по развитию Института гражданского общества Дарья Слепцова. Дарья Васильевна, я вас приветствую. Добрый день. Дарья Васильевна, сегодня 20 ноября весь мир отмечает День ребенка, а также сегодня же Всероссийский день правовой помощи детям. Скажите, пожалуйста, в связи с этими мероприятиями, что планируется проводить у нас в Якутске к этому дню? Как мы будем организовывать помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию? Я немножко кратко предысторию расскажу. 20 ноября 1990 года нашим государством ратифицирована Конвенция ООН о правах ребенка. Международное сообщество отмечает День ребенка. В 2013 году правительственной комиссией по реализации закона о бесплатной юридической помощи было принято решение о праздновании о проведении 20 ноября Всероссийского дня правовой помощи детям. В этот день по всей республике пройдут бесплатные правовые консультации для детей, для их родителей, иных законных представителей по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Кратко отмечу, что в республике Сахай-Якутия правовому просвещению населения уделяется достаточно большое внимание. В 2011 году была утверждена указом концепция по повышению правовой культуры и был учрежден День правовых знаний, это 23 марта. Министерством по развитию институтов гражданского общества в марте ежегодно проводится акция детям о праве республиканское. В этом году в рамках акции была проведена республиканская олимпиада, в которой приняли участие более 450 детей из 25 районов республики. Были определены победители из пяти улусов и были награждены ценными призами. Скажите, пожалуйста, а вот когда проводятся такие консультации для подростков в частности, скажите, какие чаще всего затрагивают вопросы, с какими вопросами обращаются дети? В прошлом году большинство вопросов было по поводу жилья детей, обеспечения жильем детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Были вопросы по получению льгот, пособий, продолжение обучения, получение высшего профессионального образования. Чаще всего какой возраст обращающихся? В основном обращаются дети старшие классы, 10-11 классы, то есть это те дети, которые уже определились, с кем они будут, и их интересуют вопросы, как реализовать их планы. И обращаются также родители, бабушки, дедушки. Скажите, пожалуйста, куда следует обратиться к гражданам, для того, чтобы получить такую консультацию? И такой вопрос, только ли для подростков, может быть, там, представить, то есть мама там или папа со своим ребенком может прийти. Вообще, как это все будет происходить, куда нужно идти? Значит, сегодня, 20 ноября, прием граждан будет проводиться в министерствах, ведомствах. Это управление Министерства юстиции по Республике Саха-Якутия по адресу Амосова, 18, Министерстве внутренних дел по Республике Саха-Якутия, Дзержинского, 10. Прием будет проводить уполномоченный по правам ребенка по адресу Курошова, 24. Также прием будет осуществляться в прокуратуре Республики по адресу Ленина, 48. И по округам города Якутска, это школы номер 7 и номер 18. Хочу сказать, что консультацию будут проводить не только представители органов систем профилактики, но и сотрудники правоохранительных органов и юридическое сообщество. Андрей Васильевна, скажите, пожалуйста, а вот каждый год мы проводим такие мероприятия? С 2013 года ежегодно эта акция проводится. Вообще активно идет население? Если в 2013 году принимало участие 27 тысяч несовершеннолетних, то акция проводится по всей Республике в течение недели. И в 2017 году, в марте месяце, в акции «Детям о праве» принимало участие 106 тысяч несовершеннолетних, их родителей, иные законные представители, и члены семьи несовершеннолетних. То есть с сегодняшнего дня в течение недели будут, так сказать, работать вот эти юридические консультации. Спасибо. Дарья Васильевна, недавно был случай в одном из районов Республики, ученик решил пошутить по телефону, сообщив о том, что заложена бомба в школе. Вот расскажите, пожалуйста, какое наказание следует после таких шуток, и вообще, как нам бороться с этими шутниками? Да, такой случай имел место в этом месяце. Дело в том, что статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за информирование, заведомо ложное сообщение об акте терроризма. И уголовной ответственности подлежат несовершеннолетние с 14 лет. Предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы с возмещением всех расходов, понесенных в связи с заведомо ложным сообщением. А ответственность в данном случае несут родители несовершеннолетних. Скажите, а какие чаще противоправные действия совершают несовершеннолетние? Ну, вообще, есть такая статистика? Да, у нас с 2012 по 2016 год идет снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 652 до 477. А 64% преступлений, совершенных несовершеннолетними, это кражи. На втором месте у нас неправомерное завладение автомототранспортом. Скажите, а какие профилактические, презентивные, так скажем, меры проводятся для того, чтобы избежать вот таких случаев, такой статистики? Да, на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних по республике состоят 1367 несовершеннолетних. Привлечены к административной ответственности 561 несовершеннолетний. С несовершеннолетними ведется работа по организации их занятости, досуга, по их трудоустройству в случае необходимости. Оказывается материальная помощь по ходатайству комиссии, также оказывается их помощь в получении ими образования. И мы, конечно же, понимаем, что преступниками не рождаются, что в основном это происходит из-за того, что родители самоустраняются от воспитания своих детей. И на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних состоит 1810 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 4037 детей. Значит, с данными семьями у нас ведется работа, индивидуальная профилактическая работа по лечению родителей от алкогольной зависимости. Чаще всего это вот именно убьющих родителей, да, детишки страдают? Да, вследствие из-за употребления родителями алкоголем. Значит, принимаются меры по социальной реабилитации семьи, помощь в трудоустройстве, восстановление утерянных документов, выформление пособий по трудоустройству в случае, если требуется переобучение, то переобучению в востребованном профессии. Скажите, пожалуйста, вот каковы результаты все-таки вот этих профилактических мер? Я сейчас поясню вопрос. То есть вот 500 человек, да, у нас уже подростков, которые были привлечены административной ответственностью. Часто ли бывает такое, что повторно все-таки ребята продолжают нарушать, так скажем, приступать закон? Да, у нас ведется такая статистика, значит, из 561 привлеченного к административной ответственности, у нас по итогам 9 месяцев 2017 года 46 несовершеннолетних привлечены повторно, то есть совершили повторное правонарушение. Скажите, а если посмотреть динамику за последние 5 лет, как обстоят, как выглядит картина? То есть уменьшается у нас таки число преступлений? Да, я уже отметила, да, что по сравнению, по итогам 2016 года, по сравнению с 2012, с 652 снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 477. За 10 месяцев текущего года совершено 398 преступлений, и что 64% – это кражи. Дарья Васильевна, скажите, пожалуйста, какое взаимодействие в целях профилактических мер комиссия проводит, ну, как взаимодействует с Министерством образования, Министерством внутренних дел? Значит, в этом году у нас реализуется, разработан и реализуется проект «Социальное сопровождение несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом». Органы системы профилактики проводят социальное сопровождение несовершеннолетних, это образовательные организации, это органы внутренних дел, это уголовно-исполнительная инспекция, это органы социальной защиты населения, это органы занятости населения. То есть реализуется комплекс мер для того, чтобы ребенок повторно не совершил правонарушение преступления. Более того, у нас с этого года начата разработка и оценка, проводится оценка рисков совершения повторного правонарушения несовершеннолетним, на основе которого разрабатывается карта социального сопровождения. Более того, органы системы профилактики будут участвовать в судах и отчитываться о том, какая работа была проведена с конкретным несовершеннолетним. Скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, мы можем уберечь наших детей, наше подрастающее поколение от совершения вот этих вот противоправных действий? То есть в первую очередь вы сказали, что все-таки воспитание в семье, да? Ответственность за воспитание, да, несут родители, обращать особое внимание на воспитание своего ребенка своим примером, своим положительным примером, интересоваться его, что происходит в жизни ребенка, его интересами, все это, ну, поддерживать тесные, близкие отношения, любить своего ребенка – это основное. А второе – это, скорее, ну, конечно же, повышение правовой культуры, чем мы занимаемся, да, чтобы дети знали не только свои права, но и свои обязанности, ответственность за совершение тех или иных поступков. А вот тех детей, которые являются сиротами, здесь как? Ну, защита прав детей-сирот – это особое направление. Значит, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, это дети, которые нуждаются в особой защите государства. Значит, они содержатся в центрах помощи детям-сиротами, детям, оставшимся без попечения родителей. И, безусловно, в эти дни, да, тоже каждому ребенку, находящемуся в госучреждении, тоже оказывается правовая помощь. Благодарю вас за беседу нашим телезрителям. Я напоминаю, что у нас в гостях была руководитель аппарата Республиканской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и их прав при правительстве Республики Сахай-Якутия, Министерства по развитию Института гражданского общества Дарья Слепцова. Оставайтесь на нашем канале, мы всегда обсудим все самые важные темы. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова